МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА АПЛОДИСМЕНТЫ В эфире Гомель и это студия на Пушкина 8. Жизни Гомеля и области в лицах и комментариях. Все самое интересное в ближайшие 40 минут, как на ладони. АПЛОДИСМЕНТЫ О нашей правовой грамотности и безграмотности пойдет речь сегодня в студии на Пушкина 8. Как и обычно, здесь самые компетентные специалисты и гости. Итак, мы начинаем. Я с удовольствием представлю экспертов программы. Председатель Белорусского республиканского союза юристов, директор Центра медиации и права, заслуженный юрист Белоруссии, доктор юридических наук, профессор, медиатор Виктор Каменков. АПЛОДИСМЕНТЫ Заместитель директора Центра медиации и права Ирина Орловская. АПЛОДИСМЕНТЫ Наш постоянный гость и эксперт программы, председатель Гомельской областной коллегии адвокатов Сергей Ефимович. АПЛОДИСМЕНТЫ И один из первых медиаторов в Белоруссии, адвокат, партнер Гомельского адвокатского бюро правовое кредо Дмитрий Рыбалко. АПЛОДИСМЕНТЫ Наша правовая грамотность и безграмотность. Действительно отдельная тема для разговора. Что ж тут греха таить? Значимая и значительная часть людей, к сожалению, в сложной, спорной, конфликтной ситуации, зачастую не знают, куда правильно обратиться, где тот специалист, к которому идти, да и вообще не считают должным это делать. Согласны со мной? Да, согласен. Я думаю, что нам надо больше говорить и таких вот передач устраивать, чтобы люди ориентировались, в каком случае куда пойти. Хорошо, когда знают, к адвокату можно пойти. Но ведь есть и другие структуры, другие лица, которые могут тоже квалифицированно оказать помощь. А может быть, даже надо подумать о том, чтобы были какие-то общественные приемные, куда люди бы пошли, просто как в одно окно. И там был бы юрист, который бы направил правильно. В одном из выпусков мы говорили о медиации. Вот все же, как правильно определиться к медиатору или к адвокату? Да. Но не всегда люди готовы сразу определиться, куда им нужно пойти, к медиатору или к адвокату. Тем более, что адвокаты у нас тоже будут медиаторами, я думаю, в Гомельской области. Почти все. Если не все. Но одновременно нужно понимать, что не всегда нужна помощь именно адвоката. Ирина, буквально коротко, вот если говорить о медиации, давайте напомним, что же это за новое направление деятельности в решении конфликтных споров? Медиация – это возможность разрешить конфликт путем переговоров с помощью третьего лица медиатора, который будет управлять всем этим процессом, договориться и соблюсти интересы каждой стороны. Дмитрий Викторович, и все же правильно ли я понимаю, важно найти специалиста, с которым тебе будет легко разрешить конфликт. Можно ли в этом плане доверяться тому самому пресловутому сарафанному радио? Скажем так, то есть каким образом человек обратился к кому-то, в любом случае, например, берем медиатора, либо адвоката. Или адвоката. Ну, как чаще бывает, это рядом с домом адвокатская контора, пойду туда, либо, а вот сосед советовал Ивана Ивановича, хорошего адвоката. Как чаще бывает и как правильнее? Ну, чаще бывает адвокат, потому что в сознании человека, когда он особенно находится в неком конфликте, адвокат это тот человек, который ему поможет, ну, как минимум в этом конфликте однозначно разобраться, но не просто разобраться, а с пользой для себя. То есть вот я прав, я вот, это вот сосед мой не прав, а я прав, я пойду к адвокату, и мы вместе накажем вот этого соседа, да. Но есть ситуации, где адвокат преждевременен. Бывают ли такие случаи, когда человек в какой-то момент понимает, что действительно я был не прав, я погорячился? Часто ли мы вот сгоряча рубим, что называется? Ну, в этой жизни все бывает. А в вашей практике? И в практике бывало, конечно. Но нужно учитывать и тот момент, что адвокат, он ведь не всегда представляет интерес у стороны. Препятствий нет адвокату выступать и в качестве медиатора, то есть в качестве примирителя в том же споре. И здесь нужно различать именно моменты, связанные с тем, в каком качестве адвокат будет действовать в этом споре. В качестве представителя стороны, либо в качестве медиатора, разрешите для этого спорта. Жанна Акустя, перед программой прочитал, ну, практически настоящее уравнение. Адвокат является юристом, но юрист может быть не только адвокатом. Вроде бы все понятно, и все же не до конца. Эта мысль навела меня на информацию о том, что не каждый до конца понимает, в чем же разница между юристом и адвокатом. Согласен со мной? Да, согласен. И на самом деле, ну, а люди уже в последнее время стали очень хорошо ориентироваться даже в квалификации юристов. Если раньше, скажем, ко мне обращались, в союз юристов обращались и в другие должности, дайте хорошего юриста. Теперь говорят, дайте хорошего юриста в конкретной сфере, в банковской сфере, в таможенной и так далее. Поэтому люди стали различать. Но что касается вот этих специальностей, о которых мы говорим, ну, конечно же, юрист – это и судья, юрист – это и прокурор, и нотариус, и так далее. И медиатор в том числе. Поэтому это надо различать, и нужно правильно строить нашу работу, чтобы направить человека в нужное направление. Ну и здесь, Виктор Сергеевич, я хотел бы добавить, что все-таки существует такое житейское заблуждение, когда люди обращаются и говорят, не к адвокату, не к юристу. Хотя я не понимаю того момента, что адвокат, он действительно тоже юрист, и именно тот специалист, который дает консультации, потому что, когда начинаешь у человека выяснять, за каким же видом юридической помощи он обратился, ну, в общем-то, нуждается только в консультации. Потому что адвокат – это вот в таком житейском подходе, да, представление – это все-таки специалист в области уголовного процесса в большей степени. То есть это, в первую очередь, защитник. А как вы отстаиваете свои права? Именно с таким вопросом на днях на улице областного центра вышли наши корреспонденты. Давайте посмотрим, что из этого получилось. Как чаще всего отстаиваете свои права? Ну, если это сильно меня касается, то отстаиваю жестко. Ну, я не знаю, в дружеской беседе, скажем так, я человек не очень, так сказать, конфликтный. И мне кажется, у меня никогда не было больших проблем с людьми, наверное, с государством, скажем так, законопослушных гражданин. Если есть что отстаивать, конечно, можно найти, так сказать, методы, которыми можно отстояться. Прежде всего, обращение в исполнительные органы, в исполнительные органы, если компетенция исполнительных органов, если это компетенция правовых, правовых структур, значит, прокуратуру и так далее. Мы регулярно пишем письма в местные органы власти. Ну, иногда просто звоним, получаем информацию. Потому что очень часто человек просто, он не в курсе своих прав, ну, либо каких-то деталей в законодательстве, которые реально на его стороне. Хороший адвокат всегда поможет. Я воспитывался при сателлистической системе. Тогда принципа отстаивания своих правов практически не было. Мы четко знали, что у нас есть обязанности. Сейчас идет новая волна. И слава Богу, надо, чтобы люди умели, учились, в первую очередь учились отстаивать свои права. Умели и, главное, не боялись отстаивать свои права. Особенно молодежь. Как вы отстаиваете свои права? Смотря с кем. Можно кулаками, можно словами. По-разному можно. В проблемных к специалисту, а так в основном приблизительно из опыта, скажем, других людей, знакомых. Не знаю, это зависит от ситуации. Может быть, обратимся к человеку, который больше знает меня об этих делах. У нас есть для этого суд. Поддаешь иск, отстаиваешь свои права где-то. Ну, наверное, на каком-нибудь этапе можно заранее. Допустим, у нас есть профсоюзы, которые должны какие-то права отстаивать и так далее, и так далее. Сначала начинаешь, потом доходишь до суда. Все, как вообще принято. Если что-то нужно, просто взял интернет, открыл, почитал свои права и обязанности, так сказать. Попросишь, потом потребуешь. А в итоге, наверное, уходишь ни с чем. Я так думаю. Честно говоря, таких проблемных вопросов, острых, никогда не возникало, поэтому достаточно ровно все проходит. Мне кажется, что каждый человек должен заниматься своим делом, когда никаких проблем у него не возникает. И оставить свое мнение не приходится. Все надо мирно решать. В эфире Гомель, это студия на Пушкина 8, и мы продолжаем. Итак, уважаемые гости, ваши короткие комментарии. Вот я посмотрел сюжет и все-таки услышал и о правах, и об обязанностях, но некоторые способы разрешения конфликтов, они на грани определенных видов ответственности юридической. Поэтому об этом тоже не стоит забывать в разрешении споров и конфликтов. И я все-таки призвал бы к цивилизованным способам их разрешения, то есть к обращению к специалистам, к возможности урегулирования споров с использованием той же медиации, в частности. Виктор Сергеевич, вот прозвучала мысль о том, что в любой непонятной ситуации я по традиции обращаюсь к интернету. Как бы вы прокомментировали? Думаю, что специалистам резануло, да? К сожалению, к интернету обращаются не только в плане правовой помощи, но и медицинской, и других. Конечно, по традиции я же говорю, для многих это большая помощь. Но мне кажется, что сейчас нужен путеводитель по интернету. И адвокат по интернету. Который может стать адвокатом. Вы к этому. Да, и медиатор тоже, наверное. Потому что там можно получить разную помощь, в том числе и неуклифицированную, которая заведет совсем другой тупик. Поэтому я бы думал, что нужно это все осторожно и аккуратно. Все-таки лучше обратиться к специалисту, который профессионал и несет ответственность за это. И еще я обратил внимание на то, что люди должны уметь сами себя защищать. Это так на самом деле, только опять же в рамках правовых норм, в рамках закона. Адвокат юридической консультации Советского района города Гомеля, Журавлева Анна Анатольевна. Я бы хотела обратить внимание, что в настоящее время обращение к интернету, это уже не такая плохая история. В интернет-пространстве в настоящее время работает... Существует сайт республиканской коллегии адвокатов. Существуют сайты адвокатов, которые сами создают эти... Эти интернет-источники, в том числе и для того, чтобы онлайн... Да, и в данном случае лицо может обратиться и получить как раз-таки ответ специалиста на свой вопрос... Через интернет. ...и впоследствии связаться с этим специалистом для дальнейшей работы. А где гарантия того, что по ту сторону компьютер не шарлатан и... Ну как раз-таки республиканский сайт коллегии адвокатов не может выдавать шарлатана в качестве отвечающих. Я думаю, что если вы уж обратились к интернету, да, для решения правового вопроса, то только на официальных сайтах эту информацию чарлатят. Ну конечно, на официальных сайтах, да. Спасибо. Я все-таки, когда смотрел соцопрос, думал о том, что люди достаточно осознанно смело называют самые разные службы, вплоть до профсоюзов, которые должны за них решать их проблемы. И все же мне показалось, толком мы до сих пор не знаем, куда идти в конкретные ситуации. Это ведь действительно проблемно? Люди пытаются на кого-то переложить свою проблему. То есть, что вот кто-то разберется. И, конечно, все равно суд разберется. А там как уж разберется, ну понятное дело, что, наверное, в мою пользу разберется. Но, к сожалению, нигде там не прозвучало, может быть, я правда не услышал, что необходимо обратиться за помощью к адвокату, как минимум, да, для того, чтобы он, может быть, хотя бы направил к тому специалисту, да, либо в тот орган, который компетентен рассматривать тот или иной вопрос. В большинстве случаев люди говорили, мы напишем в органы местной власти, мы напишем в прокуратуру, а они разберутся и направят нас, наверное, на правильный путь. Вы, конечно, правы. Первое, к кому идет человек, который считает, что его права нарушены, это к адвокату. Но, смотрите, ведь не любой спор можно разрешить с точки зрения права. А есть еще споры, когда они должны быть разрешены с точки зрения морали. Например, семейная медиация и супруги, которые при разводе начинают манипулировать детьми. Страдают дети. Мне казалось, что и в этих ситуациях адвокаты помогают. Помогают, но лучше, когда эти вопросы будут разрешать сами супруги, ведь они остаются родителями своих деток на всю жизнь. И все же, когда скандал, конфликт накалился до такого, когда люди не могут друг на друга смотреть, как же они будут обсуждать и как же они придут к тому знаменателю? Вы знаете, для этого существуют специальные технологии, и поэтому мы и обучаем медиации 140 часов и 170. Есть специальные технологии проведения медиации. Я хотела рассказать один пример. Он был реальный в суде, когда пришли на медиацию, предложенную судьей, стороны. И одна из представителей, адвокат, она сказала, что я знакома с законом о медиации, и, к сожалению, в нашем случае это не подходит. Ну, на что медиатор, конечно, предложил, раз уж пришли, выслушать хотя бы что-то о медиации новое узнает. Люди в итоге проработали фактически в медиации два с половиной часа. И хоть они и вернулись потом в суд, поскольку нужно было там судебное решение в данном случае, потом были, звонили, благодарили и говорили, что за два года судебной тяжбы они первый раз сели за стол переговоров, поговорили и услышали друг друга. Здравствуйте. Как известно, судебные тяжбы – это достаточно затратный вопрос для простого народа. И вот у меня такой вопрос в связи с этим. Возмещается ли часть расходов, понесенная непосредственно при обращении к адвокату, если же сторона выигрывает, а также иные расходы, как решается их судьба? Спасибо за вопрос. Ну, я, наверное, отвечу. Действительно, есть такое закрепленное законом положение, что при условии состоявшегося решения в пользу одной стороны, суд определяет и распределяет судебные расходы, которые были понесены по этому делу. И действительно, если сторона получила удовлетворение по своему иску или по иному обращению, то в ее пользу взыскиваются все понесенные расходы, включая и оплату труда представителя, предположим, адвоката, и понесенные расходы на проведение экспертизы и прочие моменты. Дмитрий Викторович, наверняка сталкивались и с такими ситуациями, когда определенный гражданин требует специалиста, только не своего местного, а вот либо специалиста из областного центра, а лучше из столицы. Чем обычно руководствуются эти люди? Может быть, и вы сталкивались с такой ситуацией? Ну, сложно сказать, чем конкретно руководствуются люди в каждом конкретном случае. В большинстве ситуаций действительно сталкивались, потому что бывает ситуация, когда задаешь вопрос, а почему нельзя обратиться, вот, почему вы приехали за 3-9 земель, да, вот, предположим, в Гомель, к нам, хотя есть возможность обратиться к какому-то другому специалисту. Бывает ситуация даже разных областей, там, например, Могилевская область, бывали случаи обращения и ко мне, и к нам в адвокатское бюро. Мотивы абсолютно различные, начиная от ценового фактора, ну, бывает так, что люди из Минска обращаются в Гомель, потому что соотношение ценовой политики совершенно разное. Но траты на переезд адвоката, они же тоже вложатся в общую сумму, да? То есть в ряде случаев это, скажем так, несопоставимые потери бывают, ну, либо несопоставимые затраты. Бывает такая мотивация, бывает и другая мотивация. Люди считают, особенно это касается граждан, что вот адвокат, который их местный, назовем его так в кавычках, он каким-то образом, ну, связан там, заинтересован с правоохранительными органами, там, с местными органами власти, типа, ну, все же там по месту, вот там все кулуарно как-то и взаимосвязаны. А его проблема, его вопрос, он должен обязательно быть вынесен куда-то там за скобки в другой район, и только тогда ему смогут оказать действительно квалифицированную полу. Виктор Сергеевич, есть ли такие заблуждения наших граждан, и как в той известной рекламе, да, если нет разницы, зачем платить больше? Да, на самом деле так, но это заблуждение распространено в целом по республике, хотя, конечно, иногда бывают эти моменты и имеют подоплеку и серьезную. Но бывает, конечно, я не исключаю случаи, когда человек знает, что вот есть именитый специалист из того же Гродно, допустим, да, который выиграл огромное количество дел, его рейтинг высокий, но когда рядовой вопрос, вот ваш совет, как действовать? Стоит ли подвергаться, вот, я не знаю, каким-то веянием о том, что лучший специалист где-то там далеко точно не здесь? Нет, конечно, однозначно, что лучше обратиться к специалисту по месту жительства и получить нормальную консультацию, тем более, что юристы у нас готовятся, по сути, везде одинаково, по одним программам. Я еще выступаю как профессор БГУ, потому что я знаю, что у нас юрообразование дается очень высокого уровня во всех областных центрах, в том числе и в городе Минске. Конечно, есть тоже небольшая разница, но это нивелируется абсолютно за счет практики, которая потом шлифует специалиста и юриста. Поэтому адвокаты, я в этом убежден, во всех регионах нашей республики могут одинаково оказать помощь. Обращаться по месту жительства еще и с финансовой точки зрения выгодно. Еще раз повторяю это, потому что, ну, зачастую именно эта сфера является решающей. Ну, здесь не только финансовую сторону надо рассматривать, потому что каждый адвокат имеет единый допуск. Это лицензируемый вид деятельности. У адвоката столичного, гомельского или провинциального одна и та же лицензия, одни и те же допуски, и они сдавали одинаковый экзамен на то, чтобы стать адвокатом. И зачастую не требуется каких-либо особых, эксклюзивных познаний в решении того или иного вопроса. И здесь, вот правильно Дмитрий Викторович сказал, что иной раз какие-то местные особенности, связанные с необходимостью поездки в областной центр либо в столицу. Но, с другой стороны, это же замечательно, что у человека есть право выбора обратиться к тому или иному специалисту. Я скажу, что часто бывает так, что после поездки в столицу люди возвращаются на места и работают с местными адвокатами, не испытывают никаких-либо затруднений. Да, потому что снимается вот эта вот какая-то идея о том, что там лучше эта столица. А когда бывали такие случаи, что обращается клиент, вроде проконсультировали, он посчитал, что не полностью, ну как тут по месту, что они там могут знать. Поедем в Минск с столичным специалистом. Через некоторое время возвращается, как бы, ну что там столичные специалисты, ну что, ну денег взяли, ну сказали то же самое, в общем-то, что и вы. Я говорю, ну как, конечно, а что же они еще дополнительно могут сказать? Нормы, права-то, они вроде все одинаковые. Не нужно бояться, не нужно опасаться первоначального обращения. И здесь статистические выкладки ежегодно говорят о чем? Более третьей помощи мы оказываем вообще бесплатно. Понимаете? То есть тот или иной вопрос первичный, он может быть не требует... То есть не каждая консультация стоит... Он может быть даже не требует вмешательства действительно и адвоката, оказания помощи. То есть может быть можно ограничиться какой-то консультацией первичной. То есть есть вот такое понятие, как первичный прием, первичное обращение к дежурному адвокату. Оно бесплатное? Не всегда, но в значительной степени это так и есть. Понимаете? Поэтому нужно ведь ориентироваться в последующем на суть конфликта, на способность его разрешения в перспективе. Ну и мысль в тему разговора, вопрос из зала. Надо понимать, что если ты действительно прав и если дело на твоей стороне, то все-таки ты получишь компенсацию. Да, это так. И к сожалению, вот сейчас мы отмечаем снижение обращений, первичных обращений за консультациями, за составлением каких-либо документов. Почему? Потому что действительно уже в турксе интернет. То есть человек полагает возможным обратиться к интернету с тем, чтобы получить консультацию какую-либо, составить документ. Но, опять-таки, зачастую, вот составленное таким образом обращение, они не выдерживают никакой критики именно со стороны специалистов. Сергей Иванович, и еще один важный момент. Кто может рассчитывать на бесплатную помощь? Есть определенная группа граждан, если не ошибаюсь? У нас в каждом адвокатском объединении есть информационный стенд, где представлена соответствующая информация. Я просто не буду приводить весь перечень лиц, которые имеют право на получение юридической помощи за счет средств коллегии, за счет бюджета. Я скажу, что этот перечень, он так или иначе не носит исчерпывающего характера. То есть мы подходим к разрешению вопроса, иной раз весьма индивидуально, исходя из семейного, материального положения клиента. Но наиболее популярно оказание юридической помощи за счет средств коллегии, это при ведении гражданских дел, связанных с трудовыми отношениями, дача консультации инвалидам. Это самое популярное в случае обращения. А помимо всего прочего, не нужно забывать, что на бесплатную помощь может рассчитывать и человек, который оказался в рамках уголовного преследования. Ведь каждому лицу, которое задержано, предоставлено право на бесплатную консультацию до начала первого допроса. Не все, правда, этим правом пользуются, но тем не менее оно присутствует. И издержки, связанные с работой адвоката, вот на данной этапе компенсируют бюджет. На бесплатные советы специалистов, пожалуй, могут рассчитывать и зрители студии на Пушкина 8. Будем считать это своеобразным бонусом. Мне подсказывают, уже есть вопросы из зала. Большая часть из них касается защиты прав потребителей. Отчасти это понятно. Предлагаю выслушать. Пожалуйста. Здравствуйте. Будьте добры, подскажите, как отграничить случайное повреждение гибели имущества в торговом объекте, за которое покупатель, посетитель не несет ответственности, от неосторожного, за которое наступает ответственность? То есть, другими словами, идем мы с вами по супермаркету и случайно корзинкой задеваем банку с вареньем. Так, все правильно. Спасибо. Дабы разграничить степень ответственности, случайно вообще не предусматривает какого-либо ответственности. А то, что касается неосторожно или может быть намеренно, я думаю, здесь можно опять-таки использовать все возможности, связанные с доказательствами, которые удается собрать в той или иной ситуации. А какие могут быть доказательства? А любые. Видеофиксация, свидетели. То есть, совокупность собранных данных, она и позволит ответить на вопрос, что же там все-таки... Случайно или неслучайно? Вот. Поэтому оценку в том или ином случае нужно давать, опять-таки, исходя из конкретных обстоятельств. Из конкретных фактических данных. Насколько я знаю, что вот магазины закладывают в свои расходы возможные варианты, ну вот, утраты какой-то части товаров. Так ли это? Даже на забывчивость покупателя есть отраты. То есть, мы оплачиваем это, да? Нет. На будущее. Магазин предусматривает на забывчивость покупателя, если он даже с собой унес, не оплатив. А все остальные потихоньку это оплачивают? И они заинтересованы, чтобы этот фонд все-таки пополнялся, естественно, или сохранялся неприкасаемым. Поэтому я согласен с Сергеем Ивановичем, что нужно в каждой конкретной ситуации оценивать отдельно. Но вы понимаете и другое, что это все решается по горячим следам. Если это незначительный ущерб, конечно же, тут или оплатит он покупатель или откажется. Если это более значительный, там будет более серьезное разбирательство в суде или в другом органе. Но чаще всего, если доказано, что это не преднамеренно, то можно просто извиниться. Это не подразумевает ответственность. Здравствуйте. Вот сейчас зародилась такая тенденция, скажем, заказывать товары через интернет. И зачастую случается, что товары либо вообще не приходят после оплаты, либо приходят ненадлежащего качества. И вот скажите, пожалуйста, каким образом можно защитить свои права, вот покупая товары через интернет? Спасибо большое. Кстати говоря, вот напомните, чек обязательно интернет торговец передает? Нет, чек просто упрощает процедуру доказывания, ровно о том, о чем я говорил. То есть здесь вопрос сбора доказательств. Тоже надо скриншоты делать, я так понимаю, да? Закон прямым образом закрепляет возможность даже надпись на упаковке произвести предпринимателю для того, чтобы подтвердить факт продажи товара. Надпись это что значит? Ну, замена чека, условно говоря. А то есть он... Институальный премьер Мюбкин, вот все, вот идите. Он должен своей рукой написать, да? Даже если он не написал, это просто упрощает процедуру доказывания, понимаете? То есть в таком случае придется собирать какие-либо иные дополнительные доказательства. И все же, если это касается интернет торговли, чаще всего привозят товар курьер. Кстати, в интернет торговле проще всего доказать. В интернет торговле, Александр, наоборот, доказать проще. За счет того, что это, как правило, электронные платежи, за счет того, что это электронный заказ, соответствующее сопровождение, то есть документально доказать проще. Адвокат юридической консультации железнодорожного района города Гомеля Юденко Алла Михайловна. В качестве комментариев на данный вопрос я хотела бы сказать, что за любым интернет-магазином, конечно же, стоит определенное юридическое лицо, либо индивидуальный предприниматель. Поэтому, пожалуйста, потребители, когда вы обращаете внимание на интернет-магазины, при совершении покупки обращайте внимание, кто является владельцем данного магазина, а также данные его регистрации. Это в последующем облегчит ваши все возможности в доказывании и представлении доказательств по приобретению товара. И прежде всего не забывайте, что некачественный товар также возможен, подлежит обмену. Спасибо. А срок есть какой-то определенный? 14 календарных дней на определенные товары. Даже если вам эта вещь не подошла просто по цвету, да? Если вы приобрели вещь, допустим, определенная, она имеет маркировку, она сохранила свою целостность, и имеется определенный корешок о продаже, ну не продаже товара, а наименовании изделия, оно не повреждено, то такая одежда, возможно, продлежит обмену, и для этого необходимо лишь только обратиться к продавцу. И вовсе не обязательно, чтобы там покупатель нашел какой-то дефект. Это просто мне не подошло. 14 дней, которые подлежат для обмена, да, надлежащего качества. Это именно касается случаев продажи товаров надлежащего качества. Но здесь не просто повреждения должны отсутствовать, вещь не должна быть в эксплуатации. И эта вещь не должна входить в перечень тех товаров, которые не подлежат возврату в этом случае. Но, как правило, это сложная бытовая техника. А вообще вопрос граничит еще с интересной темой. Потребительский экстремизм. Насколько сегодня это в Беларуси распространено? Ну, могу себе предположить, что кто-то может взять то же платье, одеть его на мероприятие, а после сказать, вы простите, 14 дней прошло, ну не совсем мой цвет. Ну, допускать здесь можно, но все-таки вот такого рода обращения, они больше связаны с желанием человека в той или иной степени вообще на что-либо пожаловать, поучаствовать в процессе. Ведь, ну, есть определенная категория граждан, которые нашли себя в судебных тяжбах. То есть для них это возможность самореализации. Да, это возможность представить себя, заявить о себе. У нас есть категории граждан, которые, там, предположим, себя именуют правозащитниками. Хотя я не знаю, где вот этот термин нормативно, каким образом он закреплен. Есть термин адвокат, да, есть то лицо, которое оказывает юридическую помощь. Вот. И поэтому я не хотел бы вот эту ситуацию сводить исключительно к вопросам защиты прав потребителя. Честно приходится защищать и продавца? Конечно. Я думаю, что вот если бы мы пригласили продавцов, они бы много что рассказали по этому поводу и привели бы примеры. Да. Сложно сказать, как бы уровень потребительского эксперимизма, высокий он или нет, на мой взгляд. Почему? Потому что, во всяком случае, в тех ситуациях, с которыми мы работали, и я в частности, в большинстве случаев продавцу, производителю, кому угодно, ему проще решить вопрос, не доводя до конфликта с потребителем. Даже если он знает, что потребитель не прав. То есть ему проще просто разрешить эту ситуацию, не доводя ее куда-то дальше. И поэтому эти ситуации не доходят ни до адвокатов, например, ни до судов, ни до кого-то еще. Это такая латентная, скрытая составляющая. Ну, разобрались с потребителем, хорошо, он не прав, ну ладно, затрат будет меньше. Но то, что прослойка эта появляется, это, наверное, в то же время и свидетельство того, что сегодня и правовая образованность граждан растет. Ну, в отношении, скажем так, защиты прав потребителя, законодательства защиты прав потребителя, возможно, да. Но у нас такая она выборочная. То есть потребители изучают некую сферу, некое направление, которое касается вот их прав, и, возможно, где-то злоупотребляют. Мой вопрос связан с магазинами самообслуживания. Можно ли заходить в зал со своей сумкой и имеет ли размер, значение размер этой сумки? То есть это может быть и женская сумка, а может быть и чемоданчик? Адвокат Журавлева Анна Анатольевна. Отвечая на данный вопрос, хочу обратить внимание, что законодательство не ограничивает право граждан заходить в торговые залы со своими сумками и колясками, допустим. Но есть ограничения в размере. Действительно, если крупногабаритные какие-то вещи, то вас могут попросить оставить... А где оставить? Вот, допустим, я часто смотрю на эти унылые камеры хранения, которые наполовину поломаны. А вот у меня дорожная сумка, я приехал коллеге в Минск и пытаюсь свой чемоданчик туда поставить. Рядом же с камерой хранения я его не оставлю? Ну, на самом деле могут попросить, но на сегодняшний момент, наверное, больше обязывают торговые объекты обустраивать свои залы камерами видеонаблюдения. Поэтому в данном случае человек может отказаться, и это, скажем так, и право, и обязанность владельцев торговых объектов уже проследить за данным гражданином, будет ли он что-то, каким-то незаконным образом свою сумку складывать. То есть все-таки размер не имеет значения? Нет. Хорошо, а вот во многих магазинах мы видим таблички с информацией о том, что администрация и коллектив магазина ответственности за вещи, оставленные в камеры хранения, не несет. Вот как бы вы здесь прокомментировали? Ну, в данном случае я думаю, что да. Я слышу, зал разделился, несет, не несет. Несет ответственность, он по правилам торгов. Подождите, по очереди давайте. Вопрос, подождите секундочку. Знаешь, если... Вот это да, я и не думал, что этот вопрос... Два юриста, три мнения. Подождите. Мы можем отвечать на этот вопрос вот с этими камерами хранения, с гардеробами, где написана такая надпись, да? Да, разбираясь на данный вопрос, вот существует нюанс. Если в цену билета, скажем так, ну, тут не касается магазина, входит оплата стоимой работы гардеробщицы или как-то человека, который стоит и принимает одежду, да, то тогда получается, что и обязанность есть по охране данного имущества, которое вы задаете, поскольку... Но это когда речь идет, например, о театре, да? Получается, договор о хранении заключен, да. Адвокат юридической консультации Новобелецкого района города Гомеля Олехина Ольга Васильевна. С моей точки зрения, я считаю, что все-таки говорить об ответственности в данном случае можно только тогда, когда есть договор о том, что человек, ну, или там магазин, или театр, или еще какая-то организация несет ответственность за охрану. Если такого договора нет, да, если мы пришли в театр, получили, сдали свое пальто и получили номерок, ответственность существует. Но в данной ситуации... Мы пришли в магазин, положили в камеру хранения и взяли номерок. С моей точки зрения, здесь ответственности не докажешь. Не докажешь этой ответственности о том, что, значит, наступила несохранность этого. С моей точки зрения, его не будет. Я просто хотел бы прокомментировать в этой связи, опять-таки, нормативными подкреплениями, что все-таки в тех случаях, когда продавец занимается не просто розничной торговлей, а с использованием такого варианта, как самообслуживание, он, с одной стороны, призывает покупателей не производить отбор товара в те же сумочки, о которых шла речь. То есть для этого есть корзинки, тележки. То есть это четкое ограничение. Но с другой стороны, на нем лежит обязанность обеспечить сохранность тех же сумочек и вещей, которые он передает в соответствующие ячейки. А он эту ответственность решает от себя убрать, разместив табличку. Я ответственности за ваши вещи не несу. Как быть? Начинается работа адвоката с тем, чтобы доказать, что получение того же жетончика номерного ключа и свидетельствует, как вот жетон в гардеробе заключение договора хранения. Вот здесь и включаются в работу те же адвокаты. И касаемо вопросов, которые мы касались, споров потребитель-продавец, я скажу, что в целом ведь закон о защите прав потребителей лишним образом подтвердил свою эффективность. И вот те споры, которые разрешаются, и вплоть до возможности компенсации морального вреда, освобождение от уплаты государственной пошлины по этим спорам, это очень хорошее подспорье для того, чтобы все-таки вот в той или иной ситуации риска ведь никаких нет для покупателя. Для того, чтобы создать какую-то практику, создать какой-то конкретный пример с тем, чтобы потом уже другие граждане имели возможность воспользоваться им в будущем. Ну как же нет рисков? Я пришел в магазин купить молока, оставил свои какие-то более ценные вещи в камере хранения, они пропали. И даже если допустим, что вы поможете мне, но я всего лишь хотел купить молока. Ну понятно, но опять-таки вы не купили молока, вы понесли определенное переживание, да? Вот, то есть здесь есть о чем говорить в перспективе для судебного разбирательства. Действительно отдельная тема для разговора. Немножко дополню. Уважаемые коллеги, давайте вспомним все-таки теорию гражданского кодекса и гражданского права. Если есть в чем доказать заключение договора хранения, жетон, чек и так бы подобное, ответственность наступает от магазина. Если этого нет, то есть камеры хранения закрыты все, и олени все поломаны, и висит объявление, что это нельзя использовать, потому что мы не несем ответственности. Вот тут уже вы берете на себя ответственность, что выставляете в поломанную камеру хранения. Хорошо, если камеры не поломаны, но табличка висит о том, что магазин не несет ответственности. Несут ответственность. Если он поставил, взял этот жернал с ключом, закрыл и пошел, то магазин несет ответственность. Табличка, она ведь не устранит действия нормативного документа, даже правила торговли. Так а почему государство, правовое государство никак не влияет на огромное количество магазинов, в которых эти таблички размещены? Надо обратиться в общество зашиты потребителей, чтобы они проверили эти таблички. Я убежден, что когда проверка проходит такая, таблички эти снимаются. И все ячейки закрываются на лечке. Итак, уважаемые гости, вот как видим, с виду простые вопросы требуют достаточно детального рассмотрения. И такой интерес зрителей в студии, да и зрителей по ту сторону экрана говорит о том, что тема правовой грамотности и безграмотности сегодня гиперактуальна. Время подводить итоги. У каждого из вас есть буквально по одной минуте для того, чтобы подвести черту под сегодняшней программой. Сергей Иванович. Ну, я хотел бы призвать наших граждан, наших слушателей, зрителей к тому, чтобы они не опасались иной раз обращаться за помощью к специалистам. Не искали пути самолечения или самообразования через интернет. Приходили к нам со своей проблемой. И я думаю, что мы в состоянии разрешить те вопросы, которые нам будут заданы. Ирина. Ну, я соглашусь с Сергеем Ивановичем, что нужно обращаться к специалистам. Для себя из вот участия в этой программе я вынесла, что союз юристов, одной из его функций является правовое просвещение. И очень часто мы идем в школу к детям и какие-то вопросы правовые задаем. И вот уходя с этой программы, я понимаю, что вопрос, куда обращаться, в том числе в рамках нашего правового просвещения, нужно давать и детям. Чтобы они росли и понимали, что все-таки разрешать вопросы проблемные должны специалисты. Дмитрий. Ну, на мой взгляд, правовая грамотность, она не должна быть, ну, как бы какой-то панацеей. То есть не надо врачу или, не знаю, преподавателю, строителю быть самому себе адвокатом. Ну, это уж точно никогда не помешает. Самому себе адвокатом иметь некие познания базовые о том, хотя бы к кому обратиться. И понимать, какие специалисты могут помочь в том или ином направлении, да, но подменять самим собою этих профильных специалистов ни в коем случае нельзя. Но и с другой стороны, не надо бояться обращаться к таким специалистам. Виктор Сергеевич. Да, мы все убедились, что жизнь сложна, она совершенствуется и усложняется еще больше. И от этого очень интересно. Да, и это очень интересно, но все-таки формы и способы защиты прав и законных интересов у наших граждан и других лиц, они чуть-чуть отстают от темпа в развитии жизни. Поэтому для того, чтобы их тоже подтягивать под соответствие уровням, я думаю, что все-таки должно быть нужное количество обращений за разъяснением, в том числе к специалистам. Итак, это были наши выводы. Сделайте свои. На этом ставим точку. Встретимся ровно через неделю здесь, в студии на Пушкино-8. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok